Я не знаю по области, мы же строим в городе в основном. Хотя было, мы в Муром заходили, достаточно сложно, но это как на любую территорию. Нас область поддержала тогда, потому что мы были в федеральной программе, пролоббировали нас как могли, поддержка была. В рамках того, что они могут, все кроме денег, понятно, денег нет, ресурс и все прочее. А, конечно, нас восприняли сначала в Муроме довольно тяжело, это естественно. Потому что это, ну, вы понимаете, что такое? Пришел кто-то с улицы, а там люди живут. Это небольшой город обуездный, со своими обычаями, какими-то традициями. Кто-то пришел, конечно, это вызывает опасения, попытка насадить свои какие-то... Прошу прощения, я не понимаю, какое отношение имеют традиции к бизнесу? Вы, наверное, идеалист. Или вы думаете, что если в законе написано, то так и будет? Оно будет, когда мы пройдем через тернии к звездам. Вопрос. Коррупция – это бич нашего общества. С одной стороны, так принято. С другой стороны, все предприниматели знают, что взятка – это двигатель прогресса. Значит, при этом беда нашей страны, что у нас берут, они хрена не делают потом. А в других странах берут и делают. То, что мы называем коррупцией, вы как раз меня неправильно поняли. Как я оцениваю, мы евроазиаты. И не азиаты, и не европейцы. Со всеми выходящими из этого. Поэтому иногда, когда чинятся препоны, доминируют именно некие традиции, либо понятия, которых придерживается тот или иной руководитель. Ментальность. Или его взгляды. Ментальность, да. Как он смотрит и как он оценивает данные происходящие события. Например, он опасается. Вот ты зашел в регион, а руководитель опасается. А если ты в Германии зашел, ну у нас так принято считать, то тебя воспринимают как потенциального инвестора. Хотя там, наверное, тоже опасаются. Кого-то опасаются, а кого-то привлечают с удовольствием. Заметьте, у нас тоже так бывает. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, нам сегодня, не нам вообще мешает соблюдать законность именно ментальность? В основном, да. Или всего населения целиком? Послушайте, у нас все бизнесмены. Ни для кого не секрет. Сегодня основные и главные бизнесмены – это чиновники. Ну, как правило. Значит, так случилось. Сейчас пытаются с этим бороться. Я думаю, что достаточно эффективно. Но, к сожалению, у нас страна непуганных идиотов. У нас никто не понимает. Он думает, со мной не произойдет. Меня-то не поймают. Хотя показали уже достаточно основательное. И впору бы испугаться многим. Но не бояться. Потому что кажется, что я умнее всех. Я грамотнее всех. Мои коррупционные связи не дадут трещину. И так далее, и так далее. И то, что я выстроил ту систему бизнеса, смычки бизнеса и власти, она как бы, значит, незыблема. Но, понимаете, беда вот этих региональных лидеров, которые, так сказать, замыкаются в своем кругу, вот именно в этом и заключается их беда. Вот они предусмотрели для себя некий мир, который они создали, либо круг. И в рамках этого круга они предпочитают править. Этакие удельные князья. И когда, конечно, приходит кто-то со стороны, если он не может встроиться по их понятиям в эту конструкцию, он вызывает опасения. Поэтому это не совсем коррупция. Вы же понимаете, у нас некий барин, любой, возьмите там областной центр, километров 500 от Москвы, там до сих пор думают, что нами правит Горбачев. Продолжение следует...